Утро у этих спортсменов проходит именно так, с разминки. Шпагами в руках они оттачивают каждое свое движение. Управлять оружием стало их любимым делом и не только для парней, но и для девушек. Олеся увлеклась этим видом спорта не так давно, но уже имеет положительные результаты. Для девушек это, конечно, немного сложнее, при том, что слабее физическая форма. Но у нас очень дружная команда, и все друг другу помогают, обучают, и поэтому все дается легче. Мы стараемся тоже, побеждаем, ездим в соревнования. А на каких соревнованиях вы принимали участие? Ну, самые крупные пока что за наш короткий срок, которым мы занимались, это был чемпионат Азии в Бикини. И так, чемпионаты в Корее, чемпионаты в Казахстане. Олеся, как и все остальные ребята, занимается пятью видами спорта. Легкоатлетикой, плаванием, конным спортом, стрельбой. А сегодня у них по графику занятия по фиксованию. Спортсменов тренируют лучшие мастера Кыргызстана, которые готовят их к серьезным соревнованиям. Если раньше у нас базовое было, как бы сказать, плавание, базовым считалось видом спорта, это во всем мире так принято. Вот сейчас Египет, Англия, Россия, Китай, Корея, там, ну, все страны, у них базовое является плавание. Они приходят из плавания, их немножко там, ну, готовят функционально, они уже готовы. А мы сейчас сделали базовым, ну, так как у нас есть вот, ну, небольшой зал, ну, в принципе, он работает, уютный, Каргачево роща, чистая экология здесь. И мы решили сделать базовое фехтование. Глядя, как ребята искусно владеют шпагой, я не смогла сдержаться и решила попробовать на себе. А некоторым приемом фехтования научит меня тренер международного класса Никита Кузнецов. Мы рассмотрим стойку. Значит, вот так, как вы деретесь, будете драться правой рукой. Ну, значит, правая нога вперед должна быть, левая – назад. Вот, замечательно. Теперь надо немножко присесть. Вот. Вот мы разучили стойку фехтовальщика. Итак, научились держать шпагу, делать стойку, теперь оденем маску, чтобы защитить лицо, и вперед – гардемарины. У вас здесь локоть открыт, получите укол в локоть. Надо опустить гардю в защиту. Друзья, вот мы и немножко научились управлять шпагой. На самом деле, это не так легко, как кажется на первый взгляд, а тем более в бою. Каждый укол фиксируется специальным аппаратом. Благодаря вот этому аппарату определяется качество укола и, можно сказать, количество уколов. И если горит правая лампочка, значит, боец нанес справа. Если горит зеленая лампочка, значит, боец нанес укол слева. Аппарат фиксирует одну сотую разницу между уколами. Если на одну сотую хотя бы боец уколит раньше, горит только одна лампочка. Когда лампы зажигаются с двух сторон одновременно, каждому спортсмену присуждается по уколу. А чтобы не получить уколы, нужно быстро реагировать и на каждое движение соперника. Ведь от этого зависит победа.